Вот они, 12 метров счастья. Какая же огромная фура. Будем надеяться, что все в целости и сохранности. Выглядит этот мотор со стороны, как будто его уверхоллили 200 часов назад? Или прям вообще не выглядит? Честно? Честно? Нет. Приняли решение полностью. Снимаем мотор, снимаем мотораму, снимаем винт, все отправляем на оверхолл заново. Короче, ты его решил приводить в идеал? Прям делаем его в идеал, да. Всем привет, друзья! Новая серия проекта «Как стать пилотом». Я не знаю, она уже трансформировалась. Изначально это называлось «Я покупаю самолет», но самолет я купил, как вы можете помнить, далеко не в идеальном состоянии. Теперь я даже, можно сказать, становлюсь авиамехаником. Мы потому что разобрали полностью самолет до винтика, заказали кучу новых запчастей и в данный момент ждем, когда все это прибудет для того, чтобы заниматься сборкой. Плюс у нас продолжается диагностика. И в то же время у меня все-таки не стоит жизнь на месте, я продолжаю совершенствоваться в качестве пилота. Давайте с этого, этот выпуск и начнем. Я базируюсь в аэродроме Кронштадт, один из самых опасных аэродромов в России. Здесь в данный момент живет и преподает Андрей Альбертович. Это человек, у которого я учился еще когда был в авиашколе. Несмотря на то, что сейчас у меня есть лицензия пилота, я продолжаю с ним заниматься, потому что я хочу, ну, достичь прям реально хорошего уровня, с которым мне будет не страшно полететь ни на один аэродром мира. Давайте сначала обсудим, чем славится Кронштадт. Это аэродром с очень короткой взлетной полосой, с обеих сторон высоченные елки. Соответственно, права на ошибку нет. А самое главное, что к этому всему еще плясуются погодные условия, потому что Кронштадт это остров, который находится в Финском заливе. Там все время сильный, боковой, порывистый ветер. Соответственно, если научиться летать там, то я уже смогу летать в абсолютно любом месте в мире. Я стараюсь практиковаться несколько раз в неделю и сейчас покажу вам, как это происходит. 5-5-2, занимаю исполнительный, 6-0. Тормозов сними, закрылки никогда не проверю. Насмотрел визуально, выше. А взлетное положение 10, отлично. Поехали. Убедился, что никого на заходе нету. Пятки на пол. Направление, рост скорости. 50. Поднимаю носовое колесо. Площадочка. Ого. Вот это ветер, да. Ого. Да, в новинках такого не было. Ну да. Держишь скоро 70 постоянно оборотами. И проваливайся, вот так, чуть свысока. Когда ветер сильный, лучше чуть свысока, чтобы видно полосу было. Поддерживай, поддерживай, не задирай нос. 5-5-2 на прямой конвейер. Сейчас целься на край деревьев, на макушке. Снижай, снижай его, блин. Где край деревьев? Вон он, хуй знает где. Ого. Не могло работать штурвал. Ого, как бы. Пациент, спасибо. Спасибо, поддерживай. Вот. Что я про это говорил. И вот здесь поэнергичнее. Да, да, обороты. Давай обороты, да. Видишь, не присел, значит, все. Закрылки пока что не перевожу. Не надо, держи. Какой нахуй. Держи, пусть они стоят. Вот когда за деревья вышел, вот тут уже можешь надеяться. Да, в такую погоду больше часа брать нельзя. Это стресс. Здесь раздумывать некогда вообще. Тут надо настолько быстро все понимать. Здесь, да, фламинго должны остаться далеко позади. Хорошо, хорошо. А зачем добавил? Ну ладно, все уже. Если бы не добавил, он бы съел бы все. Ну вот я испугался. Я устарировал нормально, а потом надо было просто дошать. Слово, испугался в авиации неприемность. Смолодушничал. Ну все равно по чуть-чуть понимание приходит. Ну да, думать тут некогда. Надо, чтобы все на автоматизме работало. Да, это мы и должны прийти. Это называется сенсорная память. В тот день был очень сильный боковой ветер с порывами. Ну то есть я бы сам, один, без инструктора, никогда бы не полетел в таких условиях. И сделав несколько кругов, особенно после того, как я ушел на второй круг в очередной раз, Андрей сказал мне, давай я сейчас тебе покажу полностью заход, подход, посадку, конвейер, взлет. И ты полностью повторишь после этого мои действия, потому что ты поймешь, что ты делаешь не так. И слава богу, что именно в этот раз Андрей взял управление в свои руки, потому что смотрите, что произошло. Напрямую вышел, прибрал обороты, закрылочки 20. Мне раз вот впухание пошло, раз чуть-чуть триммером прибрал. Скорость до 70 упала, и теперь я ее поддерживаю оборотиками. И вот он у меня все время по одной линии идет в зебру. Парирую креном, шторвалом мы только крен парируем. Видишь, он у меня начинает просаживаться, и раз чуть-чуть оборотики поддаю. Он раз, спухает у меня сам. Не нос задирается, а самолет сам спухает. Скорость пошла расти, я раз, опять прибрал чуть-чуть. И все время стараюсь, чтобы нос у меня смотрел в зебру. Чуть меньше 70 пошла, раз, опять поддержал его оборотиками. Это называется подпереть скорость оборотами. Вот здесь уже начинается ротор наш, колбасит. Постоянно нос держим в эту самую зебру. Скорость, видишь, большая чуть-чуть, раз, прибрал обороты. И продолжаем в зебру идти. Вот здесь можно малый газ, потому что очевидно, что мы уже попадаем на полосу. Плохо. И здесь уже досаживаем. Ну, по касанию. Переставили на 10. Вот сейчас была неприятная ситуация. Поэтому в этот момент надо было оборотики дать. Но я просто понимал, что мне хватает рули. То есть по-хорошему надо было на второй уходить, да? То есть, грубо говоря, когда мы заходили на посадку, в самый-самый последний момент, когда мы уже занырнули за елки и до земли оставалось буквально пару метров, дунул очень сильный боковой порывистый ветер. На одном из крыльев увеличилась подъемная сила. Самолет накренило. И вот в этот момент, вы можете обратить внимание, самолет только-только начинает крениться, а Андрей уже полностью отрабатывает этот момент. То есть, если бы я один летел в самолете и управлял в данный момент, то, скорее всего, я бы разбился. Поэтому очень хорошо, что я летаю с инструктором. Я в этот день получил для себя важнейший урок. Дальнейшие все полеты мы делали уже на закрылках не 20, а 10. Чтобы у крыла была поменьше подъемная сила, у нас была повышенная скорость. Но, тем не менее, я должен практиковаться и в таких условиях тоже, потому что, ну, разные могут быть ситуации. Допустим, я вылетел в хорошую погоду, пролетел какое-то количество пути, и потом вдруг погода резко испортилась, и мне понадобилось вернуться на аэродром вылета. Или по каким-то другим причинам. Или я вдруг прилетел, хотел там сесть в гостилице, а там почему-то закрыта, допустим, взлетная полоса, и мне нужно улетать в Кронштадт. Да, мало ли, какая ситуация может произойти, поэтому мне нужно тренироваться в самых-самых сложных условиях, чем я, собственно, сейчас и занимаюсь. Погоди. Ну, ребят, я вам скажу, это стресс, конечно, вообще. Такому нас не учили. Практика в полетах Это еще не все, на что я в данный момент трачу время. Как вы можете помнить, я уже на протяжении нескольких месяцев пытаюсь сдать авиационный английский для того, чтобы получить возможность совершать международные полеты. Если у тебя просто лицензия пилота и нет уровня, то ты не можешь, соответственно, этого делать. Это очень сложный предмет. Я на данный момент предпринял уже несколько попыток, чтобы его сдать, и недавно мне рассказали о том, что помимо того, что я могу сдать в аэрофлоте, это самое сложное, где можно сдавать английский, я пошел туда специально для того, чтобы достичь реально хорошего уровня. Есть еще альтернативный экзамен попроще. Это сдается в МАИ, Московский авиационный институт, и там немного другая система, не селкол, а риэлто. В общем, мне стало просто интересно для себя попробовать, что это за экзамен, изучить его изнутри. Стоит это 13 тысяч рублей, но, правда, в эту сумму входит не только экзамен, но еще двухдневный семинар по 8 часов в день. А вот в аэрофлоте я для сравнения плачу 3 500 за попытку сдать экзамен. В общем, не буду грузить вас подробностями, я записался, поехал в Москву, и смотрите, как это происходило. Сегодня идет второй день моей подготовки к экзамену по английскому. На самом деле, очень крутой тренинг, потому что здесь прямо объясняют, во-первых, какие будут происходить шаги на самом экзамене досконально, какие типичные ошибки люди допускают, из-за чего они не издают, ну и, собственно, из чего складывается оценка. Ну, это первый день вот было, да? А сегодня мы тренируемся конкретно уже по старым версиям экзамена. Нужно взять две картинки, связать их воедино, каждую из них описать, и, в общем-то, это взрывает мозг немного, потому что нужен авиационный словарный запас. Закончилось два дня обучения вот этого семинара подготовки к риэлти, и я вам, друзья, скажу, то, что я понял, что нифига этот экзамен не легче. Судя по тому, что я вот сейчас понимаю, единственное, что нет вот этой части, где тебе ставят аудиозаписи переговоров, да, с диспетчером. Но с другой стороны здесь есть другая часть, где тебе ставят аудиозаписи, она длится, блин, 30 минут, и ты должен там выбирать правильные варианты ответа. А там еще и с подвохом задачки, поэтому я вообще не знаю. Я вообще сам экзамен, он длится не 30 минут, как в салколе, а час. А вы понимаете, что за час можно допустить в два раза больше ошибок? Короче, я на один шаг ближе к экзамену, завтра я его сдаю, и посмотрим, что из этого получится. Это уже моя четвертая попытка сдать английский, и сегодня я реально очень волнуюсь, в отличие от всех предыдущих разов, потому что сегодня у меня действительно есть шанс. Я вот ставлю прям даже не 50, а 51% на то, что мне удастся сегодня сдать. Ну, в общем, скрещиваем пальцы, желаем себе удачи, и погнали. Так, закончился сдача экзамена. Не знаю, сдал или нет, результаты только через три дня скажут, но в любом случае мне очень понравилось сдавать эту риелку. Гораздо проще для меня, чем салкол, хотя экзамен, безусловно, сложный. Но здесь структура другая, она мне больше подходит, потому что я все-таки не линейный пилот, но есть свои особенности. Вообще, сейчас я нахожусь в МАИ, я сюда приехал, это Московский авиационный институт, здесь учатся на инженеров, конструкторов, не знаю, на пилотов здесь учат или нет. В общем, здесь, смотрите, вон, например, истребитель вот так вот стоит. Ребята предложили мне тут походить, посмотреть вообще, что есть в наличии, какие-то здесь есть ангары большие, где разобранные самолеты стоят. Есть отдельный цех по испытанию аэродинамики, в общем, мне очень интересно, конечно, все это увидеть, поэтому сейчас я жду Серегу, и мы вместе с ним пойдем на экскурсию. А здесь на пилотов учатся или только конструкторы? Здесь на пилотов не учатся, но у нас есть специализация, согласно которой на военке ты можешь получить квалификацию бортинженер-механик. Хотя по положению высшей школы и по положению Московского авиационного института мы можем готовить летно-технический состав, парашютистов. Чувствуешь, да, вот этот запах науки? Ага, ладно. Ага. Я могу сказать, что здесь, конечно, можно ходить часами, изучать все это дело. Посмотрите, ребят, прям полностью все открыто сбоку. Это настоящее, да, получается? Да, да, это все настоящее, причем вот эта стоечка, она очень интересная тем, что большой достаточный самолет и в какой маленький отсек убирается стойка. Мало того, что она складная, поджимается, так тут еще и выносной амортизатор, да, то есть это специально сделано, чтобы военные могли быстрее обеспечить ремонту пригодность такого самолета. Что, это ракета носит? Не, не, не. Что это такое? Это МиГ-23, стратегический перехватчик с изменением с радиусю. Крыла. То есть вот, да, крыло двигается сюда? Да, да, да. Это для сверхзвука нужно? Да, да, да. Это для много режимов самолета, для улучшения его взлетно-посадочных характеристик, для того, чтобы самолет мог летать на сверхзвуке. Когда крыло столовидное, скорость захода на посадку, Начинаешь это постигать, она достаточно большая, чтобы ее уменьшить нужно расправить пылышки, увеличить удлинение, увеличить аэрономическое качество. Что такое перехватчик вообще? Перехватчик задача. Есть цель, залетел, загасил, приземлиться. Ну так грубо в двух словах. Вообще, конечно, не ожидал я, что эти истребители таких огромных размеров, как-то они на всех фотках и видео всегда выглядят ну такими. Ну чуть больше Cessna, я не знаю. Он сейчас стоит здесь, он как Boeing, ребята. Он очень большой. Это истребитель Су-27. То, что позади тебя сейчас находится, это штурмовики, это та авиация, которая не летает на сверхзвуке, но работает по наземным целям и берет с собой разное вооружение. Вот это только ступенька, на самом деле это толщина брони бортовой. То есть сюда залезают тоже по лестнице по какой-то, да, по стремянке? Обычно, да, ставят стремянку, пилот вступает на ленту, открывает кабину, заходит в кабину. Кабина закрыта, да, нельзя туда? У нас студентов много разных, чтобы они там не лазили. Вот это бортовая броня, вся кабина у него бронированная для защиты экипажа, потому что самолет не летает на сверхзвуке, он летает вдоль земли и работает по наземным целям, типа танки, машины, бронепехоты. Ну это доисторические какие-то, да, самолеты? Эти самолеты до сих пор стоят на вооружении, причем не в одной стороне, а в нескольких. Ну, во-первых, чтобы ты понимал, все самолеты, которые здесь представлены, они представлены так или иначе потому, как они выдающиеся в том направлении. Ну технически, да, я так понимаю, что они все имеют какие-то... И технически, и исторически, например. Вот Як-40, кто-то говорит, ну вот Як-40, что в нем такого примечательного? Як-40 разрабатывался как региональный самолет, областной, на замену, в принципе, того всем известного Ан-2. Скомпонован он сделан таким образом, чтобы он мог прилететь на неподготовленную золотом-посадочную полосу, на какую-то там грунтовую, грубо говоря. Открыть свой трап, который у него есть, потому что его не нужно было наземное обслуживание. Загрузить пассажиров, взлететь и полететь дальше. Именно поэтому двигатели вверху, чтобы грязь из-под колес никак ни в коем случае не попадала. Поэтому вынесено горизонтальное оперение наверх. То есть вот это все конструкторские решения, которым нужно научиться будущему инженеру, чтобы он понимал, что все не просто так, сделано это специально. Идеальный самолет, чтобы строить дом на крыльях, да? Да-да-да. Потому что сел в любой грунт, получается, при этом у тебя там своя лестница, вышел, и посмотрите, размеры как раз. Прям идеально подходит, чтобы строить квартирку. Ну меня, конечно, до сих пор пугает вот это вот все бесконечное количество приборов, когда ты заходишь, у тебя сразу глаза разбегаются. Хотя при этом я понимаю, что на самом деле для обычного полета используется далеко не все из этого. Большинство приборов нужны для того, чтобы показывать, что что-то вдруг пошло не так. Но в целом, конечно, такие тут технологии прям дубовые. Ну, этот самолет как раз предназначался до эксплуатации, в том числе региональной авиации. Естественно, он должен был быть безотказной, кондовой такой, которая не сломается, не подведет. Ну и нужно понимать, когда самолет этот был создан достаточно давно, сейчас, естественно, можно поставить 3 LED-дисплея на приборную панель. И этого будет достаточно для предупреждения всех нештабных ситуаций. Тот же салон тут делали специально таким образом, чтобы можно было сложить максимально просто для перевозки и транспортировки. Там, например, каких-то раненых. Видишь минимализм, да? То есть, понятное дело, тут пролон весь вытерся, но тут даже нету вот разделения между сиденьем и креслицем. Сейчас мало, какие истребители летают с таким крылом, но на тот момент это было передовым решением. Сигаровидный фюзеляж, спрятанный воззаборник внутри, то есть, нет никаких упирающих вещей. Уменьшение площади, общей площади сечения самолета для увеличения его скоростной характеристики. Я тебе что хочу сказать? Этот самолет написан, например, 59-й год. Вот сейчас есть страны, которые до сих пор его эксплуатируют. Просто меняют авионику, им хватает для того, чтобы он выполнял их задачи. Тут вообще три движка. Два подъемных, один подъемный маршевый. Самолет, я кричурую, он вертикально взлетает, потом соколы поворачиваются, они становятся в маршевый режим, и он начинает горизонтальный полет. А насколько высоко он взлетает? На безопасную высоту до перехода в горизонтальный полет. Почему эта штука уникальная? Потому что сейчас для нас, для всех, типа, квадрокоптер маленький, который там с телефона управляется, это типа ерунда. Да, целая куча электроники из гироскопов. На тот момент, на момент разработки этого самолета, такого прогресса в электронике не было. И все задачи ориентации самолета в пространстве решались электромеханическими компьютерами. То есть это такие огромные гироскопы, которые нужно было раскрутить, чтобы зафиксировать положение самолета. А при этом тебе же нужно было обеспечить безопасность пилота. То есть если самолет начинает соскальзывать, скользить в этом положении неустойчиво, то тебе нужно сразу, что сделать, катапультировать пилота. То есть вот эти задачи, их поставили перед собой, их решили. Далее мы отправились посмотреть на тренажеры, где студенты обучаются пилотировать самолеты. Несмотря на то, что они, казалось бы, инженеры, которые разрабатывают, они должны также уметь летать для того, чтобы понимать вообще, с чем придется столкнуться в будущем пилота. После этого мы пошли смотреть аэротрубу, точнее две аэротрубы, где происходят испытания аэродинамики, проектируемых самолетов, каких-то ракет и даже иногда автомобилей. Спасибо большое за экскурсию. Себе спасибо. Рад был познакомиться. Будем ждать. Еще приду на Формуле кататься. У ребят здесь есть Формула-3, симулятор, который максимально близок к оригиналу. То есть если ты там на Гравии выезжаешь и так далее, то все ощущения очень похожи. Ну а в целом, конечно, хочется сказать, что очень интересная была экскурсия. Посмотрев на институт, мне все понравилось. Это как распаковка, да, теперь институтов. Новая рубрика на канале. Ну, в общем, было интересно. Но, конечно, больше всего мои мысли сейчас заняты именно тем, сдал я английский или нет. Через несколько дней пришли результаты экзамена. Я был уверен, если честно, что я сдал, наверное, процентов на 70. Но, тем не менее, нет, оказалось снова третий уровень. И я так посмотрел на это все, подумал, наверное, все-таки я лучше буду продолжать готовиться к селколу, к которому готовился изначально. Буду и дальше сдавать в аэрофлоте. И поехал предпринимать очередную попытку. Не знаю, вот прям уже чувствую в себе готовность сдать этот экзамен. Уже настолько я всю основную информацию выучил. Ну, и, конечно, самое главное, хочется сказать, что к этим экзаменам, что в мои, что в аэрофлоте, ну, невозможно подготовиться самостоятельно, не имея материалов. В общем, я настроен решительно. Пожелайте мне удачи. Я пошел сдавать. Сейчас давайте вернемся к моему самолету, который уже разобранный. Двигатель у нас уехал на дефектацию, моторама уехала на дефектацию. Прошло несколько недель, мне позвонил мастер, сказал, что можно уже приезжать, смотреть, что к чему и принимать определенные решения. Так, ну что, вот он мой мотор, разобранный по частям. Так, это не мое. Коленвал, соответственно. Вот эти две полки со всем нашим навесным, магнеты и так далее. Сейчас будем обсуждать, что можно отремонтировать, что нужно ставить новое, а что нужно менять. Ну что, ребят, ситуация на самом деле не самая лучшая. В общем, мотор надо действительно очень серьезно ремонтировать. Первая и главная проблема в том, что у нас три цилиндра одного размера и один цилиндр другого размера. То есть, видимо, когда-то у кого-то у этого мотора появились какие-то проблемы, и они, недолго думая, нашли где-то по дешевке один цилиндр, даже не удостоверились или забили болт на это попросту. Короче, один цилиндр у нас другого размера. Соответственно, на коленвал там идет разное давление, разного размера клапана в разных цилиндрах. И, конечно же, ничего хорошего от такого мотора ждать не приходится. По поводу коленвала и вкладышей, там ни о каком пробеге в 200 часов разговора нет. Коленвал уехал на обработку, вкладыши новые. Ну, короче, там вообще будет очень много новых деталей. Основная проблема, конечно, этого мотора в том, что он там 1900 каких-то начальных годов, и он уже там лет 50 как снят с производства. То есть, на него что-то найти, это проблематично. То есть, нам сейчас нужно не только кучу денег потратить, но и кучу времени для того, чтобы найти все эти детали где-то в наличии, заказать их. Благо, есть один вариант. Четыре цилиндра номинального размера, в рабочем состоянии, как утверждает продавец. Четыре тысячи долларов это будет стоить. Так что, в данный момент будем заказывать их. Также, вообще, по ценам хочется сказать, что уже точно известно, что потратом будет 8600 долларов, плюс 500 тысяч рублей. Плюс мы меняем кучу авионики, ставим автопилот, купили там топливную магистраль полностью новую, стоковую, для того, чтобы никаким образом не отступать от регламента. Короче, на данный момент потрачено уже почти 3 миллиона рублей на запчасти. А, по сути, мы самолет купили за 3 миллиона рублей. То есть, конечно, получается все это очень дорого. Но, с другой стороны, зато у нас все будет в идеальном состоянии. Я буду уверенно летать на своем самолете и не переживать ни за какие технические аспекты. Также, во время своей полетной практики мне нужно отрабатывать не только посадки и взлеты с аэродрома, но и полеты по маршруту. Потому что ради этого я, собственно, учился не для того, чтобы летать вокруг аэродрома. Поэтому мы с Андреем в один из дней, когда была отличная погода, решили прокатиться вокруг Питера. Честно вам скажу, что я, когда пошел учиться на пилота, ожидал, что это будет круто, но не представлял, что это настолько интересно. Потому что полеты, вот даже, да, вокруг Петербурга проходят на очень маленькой высоте. Ты можешь рассмотреть какие-то детали, которые бы ты никогда не увидел в жизни. Ты можешь посмотреть какие-то необычные районы, дома, деревеньки. Вот знаете, создатель магазина Walmart, он летал вокруг всей Америки и выбирал интересные локации для того, чтобы открыть там магазин. Вот я сейчас, летая вокруг Питера, вижу какие-то интересные деревеньки, какие-то прикольные участки, какие-то мини-города, куда хочется съездить, а я даже не знал об их существовании. Что уж тут говорить о том, что можно купить самолет короткого взлета и посадки с большими колесами и полететь куда-нибудь сесть рядом с небольшой речушечкой на живописное место, куда не ступала нога человека. Ну, до этого я доберусь когда-нибудь совсем потом, но такая возможность есть, и мне эта идея очень нравится. Ну, а сейчас предлагаю вам просто насладиться красивыми видами, как мы летали вдоль Финского залива и любовались Петербургом. 6,7,5,5,2, взлетаю. Вот сюда иногда морские котики выполняют на камни греться. Вот Араненбауманский дворец. И Араненбауман, раньше название же было, Ломоносова. Вот этот город единственный немцы не смогли захватить, моряки отстояли его. Вот здесь примерно линия фронта проходила. Это тот самый разлив, где Ленин там в эмиграции скрывался. Труды свои писал. Ух ты, какая красота! 6,7,5,5,2, на прямой конвейер. Посадить чуть-чуть его. Опа! Я теперь выравниваю. Вот нормальный подход. Ну вот нормальная посадка. Субтитры сделал DimaTorzok. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну сейчас вообще молодец. Сейчас снова вернемся к английскому языку. Я понимаю, что я уже достал вас с этой темой. Но тем не менее, это важный процесс моего обучения на пилота. И я считаю необходимым рассказывать об этом, чтобы вы понимали, сколько усилий на это уходит. Потому что чаще всего люди, которые идут учиться, не представляют себе изначально, какой путь их ждет впереди, если они хотят реально путешествовать по всему миру на своей маленькой цесне. Сегодня я снова в Москве. Прилетел на день рождения к другу и подумал, а почему бы не попробовать вновь сдать английский язык. Итак, это будет седьмая, я надеюсь, уже счастливая попытка. Через полчаса у меня запись. Опять все утро все повторяю. Миллион новых слов, миллион новых структур. Уже знаю очень много про линейные самолеты, про линейных пилотов, про правила взаимодействия экипажей, стюардесс, ATC, про то, как происходит обслуживание, какие виды метеорологических явлений не может определить FlyWareDetector и так далее. В общем, пожелайте мне удачи. Ребята, меня разрешили даже снять это на видео. Да, разрешили, да. Седьмой попытки. Не буду вам ошибки говорить, но в общем-то нормально все. Только вот совет на будущее. Can you paraphrase? Сразу не говорите. Could you repeat the question? Вам погромче и очень раздельно вопросом. А потом, когда уж не понимаете, да, could you paraphrase? А так неплохо. Я не могу в это поверить. Просто наконец-то это произошло. Семь попыток сдать язык. Столько сил, столько времени, столько я учился, столько денег потратил, кстати, на все эти сдачи. Около 100 тысяч рублей суммарно. На занятия с репетиторами, на поездки в Москву, на оплату всех этих экзаменов. Но, блин, я ни на секунду не жалею. Это того стоило. И сейчас действительно я могу смотреть практически любые авиационные видео на том же Ютубе, на английском языке и понимать все, что там говорится. Блин, я просто в восторге. Я это буду, я неделю буду праздновать. Я все-таки сдал в Аэрофлоте. И это, конечно... Ну, я прям сразу себе поставил такую цель. Еще после первого экзамена. Я понял, что это будет очень сложно. Но... Блин, класс! Аааа! Как же круто! Помимо английского, я наконец-то получил свой диплом из Магайру. Налетал я в общей сложности 42 часа 32 минуты плюс 240 часов теории. И теперь я, соответственно, используя эту штуку, могу валидировать свою лицензию пилота в любой стране мира. Летать на самолетиках по всему земному шару. И будем надеяться, что я смогу по полной воспользоваться этой штукой. Что касаемо Cessna, процесс кипит. Я уже потратил почти 3 миллиона рублей. Казалось бы, сам самолет столько стоил, да? И еще столько же уже ушло для того, чтобы купить новую авионику. Заказать все необходимые детали для двигателя. Какие-то резинки, тюнячки. В общем, очень много всего в данный момент едет сюда. Притом, запчасти заказаны еще не все. Мы еще ищем некоторые варианты, потому что все-таки самолет старый. Что-то нужно искать бэушное. Что-то из авионики очень дорогое, поэтому мы ищем тоже не новый вариант. Я думаю, что в ближайшее время мы полностью закончим поиски. Все будет ехать к нам сюда. И по моим, ну, таким достаточно скромным прогнозам. Прогнозы, конечно, дело неблагодарные. Через полтора месяца все приедет. Плюс еще месяц на сборку, полмесяца запасных. Ну, в общем, к концу лета я, возможно, сделаю свой первый самостоятельный вылет на своем собственном самолете. Будем надеяться, что так оно и получится. Ну, а на сегодня все. Всем огромное спасибо за внимание. Надеюсь, что вы получили удовольствие от просмотра этого видео. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие серии. Также, друзья, большая просьба подписываться на телеграм-канал, потому что за счет него сейчас самая лучшая монетизация. А с такими трат, ну, вы сами понимаете. Кто хочет поддержать, подписывайтесь на телегу. Ссылка тоже есть в описании. Ну, а на сегодня все. Ставьте лайки, пишите в комментарии, что думаете по поводу этой серии. И до новых встреч.